Здравствуйте, это программа Репортер, я Алексей Коноплев. Синоптики прогнозируют с дождями покончено. В Самару идет жара, так что готовимся вновь загорать, купаться и изнывать под палящими лучами. Погода, говорят, наладится уже со следующей недели, а это значит, что у самарских спасателей прибавится работа. У них жаркая пора, тоже самая жаркая. Почему они считают, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, о чем готовы кричать всем и каждому. Репортер поработал со спасателями всего один день, но такое запомнится надолго. Самара, разгар лета 2015. Вода в Волге прогрелась до рекордных показателей. Погода все продолжает баловать, а на пляже даже в будни мячику негде упасть. Горки, катера, водные мотоциклы, подушки и бананы. Пикники на берегу с горячителями под горячее. Беззаботный отдых на Волге. Только в криминальных сводках каждый день последствия такого отдыха описываются другими словами. В Самаре этим летом ни одна неделя не обходится без водных ДТП и утонувших. Среди пострадавших есть дети. Статистика тоже, увы, бьет все рекорды. Самое страшное, наверное, все-таки это когда человек умирает. Когда то, что ты не можешь помочь, ничего. Ты-то вроде понимаешь, что эта вина не твоя, но все-таки как-то боль утраты на себя не принимаешь. Потому что это все-таки сочувствие к людям, то, что это родственники все-таки. Сегодня жарко, а значит у спасателей будет работа. На пульт дежурного поступает экстренный вызов. В районе острова Электрон перевернулась лодка. Есть два пострадавших. Несколько секунд на сборы и команда выезжает на место. Уже в пути они прорабатывают детали операции. Там еще один. Там еще один. Дальше главное успеть достать пострадавшего и на берегу оказать первую помощь. Искусственное дыхание, массаж сердца. Счет идет на секунды. Если очевидцы не теряют время и сразу звонят им, то шансы, говорят спасатели, в разы возрастают. Сегодня все происходящее здесь – тренировка. Все участники – профессиональные спасатели. Но ситуация максимально приближена к реальности. Такие случаи фиксируются едва ли не каждый день, по нескольку раз. И нужно знать, как действовать в такой ситуации. В этом году, мне кажется, потише. Относительно купающихся. То, что все-таки достаточное лето. Жарких было всего 2-3 недели. Достаточно непогодно, пасмурно. Народу меньше купается. Народу стало меньше пить с этими запретами. Соответственно, более трезвые люди на воде находятся. Сергей Стрелкин уже 5 лет работает спасателем. Выбор такой профессии сделал осознанно и работой гордится. Рассказывает, что в армейские годы был военным ныряльщиком. А именно здесь нашел применение своим навыкам в гражданской жизни. Признается, что смерти боится. Хотя и борется с ней каждый день. Но гораздо важнее ощущение, когда ты кому-то спасаешь жизнь. В этот момент, когда ты его нашел и достаешь, ты думаешь, как наоборот. У тебя в голове скажут перечень действий, которые тебе нужно совершить. То, что достать, в кратчайшие сроки доплыть, и что делать дальше. Ты в любом случае проигрываешь это в голове. Эмоции в это время отключаешь. Это потом уже, когда уже все выполнено, человеку помог, там уже идет расслабление, как-то понимаешь то, что все-таки живешь не зря и то, что делаешь хорошее дело. Сегодня все утопающие спасены. Экипировка сложена и готова к следующему уже реальному вызову. Только хорошо бы он был не скоро, сетует Сергей. Ведь работа у него хоть и любимая, а все же лучше бы спасателям без работы сидеть без вызовов и потерпевших на воде. И на этом все. Будьте аккуратны на воде, наслаждайтесь летом так, чтобы потом не было мучительно больно. Всего доброго. Пока.